Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Грицун и коротко о событиях города и края. 9 сентября Приморский край выбирал будущее для своего региона. За ходом голосования в Дальнегорске наблюдала наша съемочная группа. Досрочные выборы губернатора Приморского края ажиотажа среди дальнегорцев не вызвали. Высокой явку назвать нельзя. Всего в округе должны были проголосовать 37 545 человек. По предварительной информации избирательной комиссии Приморского края по состоянию на 18 часов по местному времени 21,67 от общего числа избирателей реализовали свое гражданское право. На этот же период времени явка по краю составляла 26,57%. По словам члена Краевого избиркома с правом решающего голоса Натальи Камаевой, всего участия в выборах главы региона приняли 30,34% приморцев от всех внесенных в списки избирателей. На территории Дальнегорского округа работали 24 избирательных участка. Политически активные жители старшего возраста спешили на участки с утра. Все проходит в рамках закона. Наш избирательный участок при численности 1899 человек. На 10 часов явка 71 избирателей. Это как считается уже хорошим процентом, нет? Ну, слабоват, так скажем, 4%. Выборы президента были гораздо активнее явка избирателей. Численность, конечно, сейчас в процентах не могу сказать, но в два раза больше. Численность избирателей, включенных в список избирателей составляет 1690. Явка на 9 часов 45 минут составила 62. Избирателя проголосовали, это составляет где-то 3,7%. В основном пожилые люди, пожилые, но молодежи еще пока не было, мало очень. Народу не очень много идет. Не так, конечно, как на президентские. На участке 10.10 у нас численность на момент открытия участка было 1704 избирателя. На время 9.45 передавали контрольную цифру, проголосовало 58 человек. На нашем участке 10.06, количество избирателей 1744. Значит, на 10 часов было 5%. На 12 часов составляет 13% явка. Все проходит в шатном режиме, нарушений у нас нет. Сейчас у нас 227 человек. Хоть Дальнегорск не в лидерах, но не считается отстающим. Самая высокая явка по краю в Дальнереченском муниципальном районе – 39,69. А минимальная явка на 18 часов зафиксирована в Первомайском районе города Владивостока. Она составила 17,01%. Несмотря на сложную паводковую ситуацию, активно голосовали жители Октябрьского, Хасанского, Анучинского и Ольгинского районов города Спаска-Дальнего. Также в лидерах Чугуевский, Спаски, Лозовский, Ханкайские районы. Там везде явка более 35% от числа избирателей. Наша съемочная группа не стала нарушать тайну голосования. Мы поинтересовались у дальнегорцев, пришедших на выборы. Какого будущего они хотят от региона и чего ждут от своих кандидатов? Ну, конечно, что-то новшество. Ну, во-первых, улучшение жизни населения, особенно пенсионеров, конечно. Да и молодым, почему? Не только пенсионерам. Всем нужно жить хорошо. Ну, как сказать, у нас все, дороги там, знаете, все вот эти проблемы. На наш отдаленный город, конечно, внимание. На нашу горнодобывающую, химическую, заводы, промышленность. Как же, мы же заброшены. Молодежи работать негде. Отсюда и доходы города, и всевозможные какие-то ремонты, новшества. Так что, может, обратить внимание на нас. Стабильность, и чтобы люди хорошо жили. Для Приморского края, конечно, хочется, чтобы все развивалось. Пока ничего все стоит на месте, ничего не развивается. Мы, конечно, надеемся, но будет ли это тот кандидат, которого мы выбираем. Конечно, хотелось бы лучше, чтобы жилось. И зарплата была более-менее для молодежи достойная такая. Нам, пенсионерам, тоже нужно немножко пенсию поднять. Ну, и насчет работы, вот от пенсионного возраста, я что-то сомневаюсь, что мы многие здесь, на Дальнем Востоке, выживем до такой пенсии. Это очень засомнительно. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на химию. У нас там работает сын, заработки маленькие. Мы, пенсионеры, стараемся еще как-то помогать. Вот это просьба. На кладбище пусть съездят, посмотрят, сколько там лежит, в какой возраст лежат мужчины. Потом уже добавляют пенсионный возраст. Мы ждем, чтобы нам пенсию дали такую, чтобы мы получили пенсию и нам хватило на хлеб, на масло, на курицу и самое главное на лекарства. А на лекарства не хватает. А уже я записываю, сколько лекарства я что купила, сколько заплатила. Потом опять через сколько-то дней опять надо лекарства. Я тоже по бумажке или вот здесь на ладони. А потом собираю, мне уже аго. Уже не хватает. Из-за этого я три тысячи заплатила за то, я заплатила уже еще больше. В общем, собирается очень большая кучка. А они все дальше выше, выше, выше. Итак, по предварительным данным Краизбиркома, голоса избирателей Дальнегорского округа распределились следующим образом. В Рио губернатора Андрей Тарасенко набрал 45,13%. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с результатом 28,26%. Юлия Толмачева от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость отдали свои голоса 11,76% избирателей. На четвертое место дальнегорцы отправили Андрея Андрейченко от ЛДПР. На пятое – Алексея Козицкого от «Справедливой России». Оба набрали менее 10% голосов. Волеизъявления жителей Дальнегорского округа не сильно расходятся с краевыми показателями. В среднем по краю Андрей Тарасенко набрал 46,57%. Андрей Ищенко – 24,64%. В Приморском крае законодательно действует мажоритарная система абсолютного большинства. Это значит, что для победы на выборах кандидату нужно собрать 50% плюс один голос. Таким образом, избранного губернатора в Приморском крае пока нет. Будет назначен второй тур выборов. По закону он назначается не позднее 21 дня с момента окончания первого тура. Следовательно, выборы состоятся в одной из трех воскресений до конца сентября. Теперь граждане будут выбирать из двоих лидеров и избрание решится простым или, как принято говорить, относительным большинством. Еженедельное аппаратное совещание открыло рабочую неделю в администрации округа. Руководители ведомств отчитались о проделанной работе и поделились планами на ближайшие семь дней. Подробности далее. Совещание началось с подведения итогов выборов губернатора Приморского края по Дальнегорскому округу. Исполняющий обязанности главы Виктор Колосков поблагодарил активных граждан за участие в голосовании. Надеюсь, что в втором туре у нас также очень организованно пройдут выборы. Жители придут на избирательные участки и отдадут свои голоса за достойного кандидата. Отдел Департамента труда и социального развития Приморского края в Дальнегорске проводит прием граждан по назначению мер социальной поддержки. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Административная комиссия подготовлена на рассмотрение 31 материал, который будет рассмотрен на 12 сентября на ближайшем заседании административной комиссии. В том числе проводится материал, проверка проводится в отношении должностного лица, разместившего рекламу в неустановленных местах. На продажу шуб также будет решен вопрос сегодня о привлечении, о составлении административного протокола и привлечении к административной ответственности. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрированы 8 случаев кишечной инфекции, 11 вне больничной пневмонии, 5 у детей, 4 у организованных. Хочется становиться на организованных. Это в основном дал 8 детский сад. У них там проводятся ремонтные работы, они детей совмещают, куда-то там переводят и в общем-то идет вот такой вот рост. Значит, выданное предписание, проведение, пройдем. По метрину Роспе 8 случаев, по укусу животными 4 случая. Это собака с пилорамы, под домашними и одна независимая собака. Зафиксированы 3 случая присасывания клещей. Территория – село Краснореченский, район аэропорта. Зарегистрированы 199 случаев ОРЗ, 150 у взрослых. Стартовала прививочная кампания против гриппа. 42,5% медицинских работников уже привиты. По работникам образовательных учреждений 6,2%. Студенты не прививаются. Лица старше 60 лет 1%. Призывники еще не прививались. Лица с хронической патологией 12%. Значит, и поэтому взрослые всего привиты в целом 3,3%. По детям. Дети привиты всего на 5,5%. Дети 3,6 лет 5,9%. И школьники 5,4%. Ну, в общем-то, неплохо мы начали. Сейчас еще сентябрь, когда тепло, не так много респираторных заболеваний, поэтому прививки надо проводить. Успеть до холодов, чтобы угородался иммунитет. Но в целом, кажется, мы начали неплохо. Ухранение с другими временами, как раз вот у меня есть, аварийровая интернет, мы как бы получше. Центр занятости подвел итоги работы за 8 месяцев. Уровень безработицы снизился с 1,5% до 1,2%. На 1 сентября численность официально зарегистрированных безработных составляла 289 человек. Это на 53 меньше, чем в начале текущего года. За содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 683 человека. Из них призвано безработными 481. Структурный состав. В 2018 году чаще поиском работы занимались женщины 419 человек, 53% до общего количества. Сельских жителей обратилось 137 человек, 18%. Из числа молодежи в возрасте до 30 лет целикольская работа отопилась 339 человек, 44%. Численность ранее неработавших граждан среди ищущих работу 93 человека, 12%. Обратились после длительного перерыва в работе 137 человек, 18%. То есть высвобожденные работники составили 7%. Общее количество обратившихся 54 человек. Значительную часть клиентов службы занятости составляют граждане, особо нуждающиеся в социальной защите. В 2018 году услуги по подбору подходящей работы были оказаны 20 освобожденным из УИН, 20 инвалидам, 20 многодетным и одиноким родителям, 14 лицам из числа детей-сирот и 37 людям предпенсионного возраста. Тут было устроено за 8 месяцев при содействии службы и занятий 327 человек. На 1 сентября 2018 года заявлено потребность в работниках составило 510 человек, из которых 337 единиц или 66% для замещения рабочих профессий. В разрезе видов экономическая деятельность преобладают вакансии в области добрычь и полезных истопаемых и здравоохранения. Но коэффициент напряженности на рынке труда составил на целых 60% за 8 месяцев. Военный комиссариат работает по плану. Ведется подготовка к осеннему призыву, который начнется 1 октября. Филиал «Премтеплоэнерго» приступает к замене трубопровода на центральном перекрестке. Движение транспорта будет временно ограничено. По водоснабжению на прошлой неделе перешли на водоснабжение от 27-го ключа. Сейчас мониторим ситуацию по нежным входом хранения, еще до увеличения качества. Мы будем смотреть по наполнению 27-го ключа. Не хотелось бы в зиму ходить с недостатком воды. В Дальнегорском округе началась подготовка к пожароопасному периоду. Заключены контракты по восстановлению пожарными минерализованных полос и на установку дополнительного пожарного водоема в селе Сержантово. Заключен контракт на грядировку дорог. На выходных прогрядировали аэропорт предварительно. На первый раз подправили дорогу. Сейчас, как только все подсохнет, на второй раз его уже доведут до ума. И улица Берзинская, это Шуменко, будет грядироваться по всей длине. Во вторник, 11 сентября, состоится заседание профильного комитета по городскому хозяйству. Народные избранники рассмотрят четыре вопроса. Стой, возьми ребенка за руку. Такие надписи появятся у всех пешеходных переходов округа. Акция, направленная на повышение безопасности на дорогах, стартовала в Дальнегорске. Подробности в следующем сюжете. Администрация Дальнегорского округа корпусом волонтеров и сотрудниками госавтоинспекции проводится совместная акция «Возьми ребенка за руку». Она призвана повысить внимание пешеходов при пересечении проезжей части и снизить уровень детского травматизма. Волонтерами и сотрудниками администрации спреем нанесены предупреждающие надписи на входной зоне пешеходной дорожки. Жители относятся безалаберно к данному факту, так как дорога является источником повышенной опасности, и автомобили являются источниками повышенной опасности. И многие, даже не задумываясь, переходят, когда переход пешеходный, не берут детей за руку. Но дети совсем еще малолетние и могут по-разному вести себя. Могут побежать в другую сторону, могут не добежать до конца проезжей части и могут попасть в аварию. Дабы исключить такие мероприятия, наша акция призвана обострить на это внимание, чтобы каждый житель Дальнегорска и гости города исключили такие факты возможной травматизма детей на дорогах. Проведение подобных мероприятий становится особенно актуальным с началом нового учебного года. Летом в черте города не так много детей, как в школьный период. Не у всех родителей есть возможность встречать и провожать своего ребенка. Хотелось бы привлечь внимание жителей, что не только своего ребенка нужно взять за руку. Любого малыша, стоящего у дороги, помогите им, очень страшно. Данная акция прошла в ряде других российских городов. Вариантов предупреждающих надписей было несколько, но в Дальнегорске решили, детская безопасность превыше всего. Первой на успешность опробуют именно «Стой, возьми ребенка за руку». Так как волонтерское движение у нас обширное, и оно во всех и селах, и непосредственно в городе, на протяжении этой недели, я думаю, что мы охватим всю территорию округа. И силами волонтеров перед каждым пешеходным переходом появится подобная надпись. В планах другие надписи, сними наушники и так далее, дабы привлечь внимание молодежи в первую очередь, потому что оденут наушники, глаза в пол и пошли. Попробуем обезопасить город и самих себя такими способами. Администрацией округа и волонтерским корпусом планируются дальнейшие совместные социально ориентированные мероприятия по повышению безопасности на дорогах. Полина Миронова, ученица детской школы искусств Дальнегорска, совершила настоящий прорыв, став лауреатом второго международного азиатско-тихоокеанского фестиваля конкурса «Восточный калейдоскоп». О маленькой талантливой пианистке и о ее больших победах смотрите наш сюжет. Выступление на статусных конкурсах – это демонстрация личных достижений начинающего музыканта и уровня профессионализма преподавателя. А победа в них – это уже доказательство. Успех стимулирует к дальнейшей работе. Но начинается все с маленьких шагов и с мечты. Мне просто нравилась пианино. Оно красиво звучит так. Но еще я начинала в маленьких годах это, и у меня была подруга, которая тоже играла. Я решила тоже поиграть, попробовать. И мне понравилась пианино. А мама твоя как вот относится? Она поддержала тебя? Мама меня поддерживала всегда и заставляет играть. Когда если мне не хочется, она всегда говорит. Она хочет, чтобы я стала знаменитой пианисткой. Ты сама тоже или только мама хочет, чтобы ты стала знаменитой пианисткой? Я тоже хочу, чтобы я стала знаменитой пианисткой. Субтитры создавал DimaTorzok Полина Миронова обучается игре на фортепиано всего два года. Но в августе привезла в Дальнегорск высокую награду. Она совершенно покорила жюри престижного международного конкурса «Восточный калейдоскоп», который проходил на базе Дальневосточного государственного института искусств во Владивостоке. И у нас есть наши традиционные конкурсы региональные, которые проходят на базе колледжа искусств в городе Владивостоке, на базе Находкинского музыкального колледжа. Они традиционные, они ежегодные, и мы всегда в них участвуем. Иногда мы доходим до уровня для выезда в край, иногда подбираются дети, которые только на зоне у нас, уровень такой вот зональный показывают. Вот с Полиной первый же год обучения и первый же экзамен академический, как бы было понятно, что ребенок очень способный, очень одаренный, и зависит от преподавателя, сможет ли она развить это, дать все, что можно этому ребенку, чтобы его способности природные развивались в нужном направлении. Под свое крыло талантливую девочку взяла Людмила Кислинская. Ее зоркий преподавательский дар и заботливая рука направляют Полину к успеху. Их совместная работа проходит в удивительной гармонии. У Полины, пусть это может быть скромный или не скромный, она уникальный ребенок. Она до того любит музыку. Это грандиозный успех, когда ребенок любит музыку. Очень большую роль играет помощь родителей в ее воспитании, образовании. Она очень трепетно и нежно относится к музыке, к инструменту. Знаете, она никогда не будет играть какие-то громкие аккорды, как-то, знаете, агрессивно. Вот я чувствую, как преподаватель, она проучилась два года. Я чувствую ее нежное ощущение пальцев в клавишах. Понимаете? Это вообще большая редкость. Она очень одарена от природы и еще благодаря своей работоспособности и помощи огромной родителей в этом. Потому что ребенку очень трудно заниматься по несколько часов в день самостоятельно, осознанно. И за два года она сделала такой огромный скачок. И здесь вот все, как я уже сказала, все это вот в комплексе. Людмила Владимировна самый лучший преподаватель, которого я встречала. Она всегда меня поддерживает, любит, хорошо относится ко мне. Субтитры создавал DimaTorzok Такая синергия детской одаренности и преподавательского опыта неизменно выводят на высокий уровень. Это уже не первый значимый конкурс Полины, в котором она показала достойные результаты. Я была еще на конкурсе «Юный виртуоз». Там были хорошие дети, они хорошо играли. И некоторые наоборот, плохо играли. Бывало такое у них. А почему случается иногда, что плохо играешь? Наверное, потому что не уверен там или не выучил что-то там. Мы попробовали свои силы в феврале в находке на конкурсе «Юный виртуоз», где она заняла неожиданно третье место. Ну, почему я говорю неожиданно? Потому что мы, наверное, мало верим в свои силы. Это, наверное, плохо. Призовое место в конкурсе «Юный виртуоз» вдохновило и Полину, и Людмилу Владимировну на новые достижения. Тем более, с 2013 года Дальнегорская школа искусств ведет работу по предпрофессиональной подготовке музыкантов, дает глубокие знания и расширенную практику. Обучение такого программного уровня дает возможность и право на участие в престижных конкурсах. Когда после находки у нас появилось призовое место, это окрылило не только Людмилу Владимировну с Полиной, но и, конечно, других преподавателей. Все сейчас задумываются, вот, не только зона, не только наше Северное Приморье, но и край, но и регион. И вот уже, когда в мае месяце нам пришло положение об этом международном конкурсе, вот, азиатско-техотянском, который проходит на базе Института искусств Дальневосточного во Владивостоке, Людмила Владимировна, конечно, сразу охватилась. Конечно, немножко напрягало то, что это лето, что это каникулы. Дети, конечно, отдыхают на каникулах, но Полиночка вот у нас оказалась уникальна и в этом отношении. На каникулах она работала. Работать Полине пришлось напряженно. Успешность выступления напрямую зависит от репертуара и требует исполнения произведений, выходящих за рамки учебного процесса. Программа должна быть уже намного выше класса. То есть, если мы закончили два года, то мы взяли, например, у нас ансамбль был, репертуар музыкального училища уже. Второй ансамбль у нас был, репертуар шестого класса. То есть, понимаете, такую программу играть требуется очень много работы за инструментом, но подчеркиваю, это ее одаренность музыкальная. Заявить на очное участие в международном конкурсе, подающую надежду пианистку, решили сразу в двух номинациях. Сольное инструментальное исполнительство и ансамбль учитель и ученик. Если первая предполагала деление на возрастные категории, то во второй не было ограничений. Совсем юная Полина тягалась уже с опытными музыкантами. Я волновалась, мне немного было страшно. Но когда я вышла на сцену, я села и сыграла как надо. Эта скромная как надо оказалась громкой победой. Как признается директор школы, за предельной мечтой всего учреждения. Жюри фестиваля, ведущие специалисты в области музыкального и изобразительного искусства Азиатско-Тихоокеанского региона присудили фортепьянному ансамблю Людмилы Кислинской и Полины Мироновой звание лауреата второй степени, а за сольное исполнение лауреата третьей степени. Я вот безмерно горда. Я просто вот, когда Людмила Владимировна, там этот конкурс фестиваля проходил 4 дня, с 1 по 4 августа. Играли они 2 августа. Как только они отыграли, мы с Людмилой Владимировной связались. Ну как, ну что, Людмила Владимировна была такая, ну как бы, ну как всегда хочется чего-то большего. Да, кажется вот, ну не все выполнено. Ну можно было бы и лучше. И, ну такое вот, чувствую по голосу, ну как-то вот удовлетворения такого вот нету. Когда она побаивается верить во что-то такое хорошее. И когда 4 числа было награждение, и оказалось, что у нас 2 призовых места, ну я вообще, я прям прослезилась, честно скажу. Потому что, ну все, уровень у школы растет, вот туда, куда надо. И Полина, и Людмила Владимировна признаются, что это достижение дало им энергию для того, чтобы работать с еще большим энтузиазмом. У Полины есть планы стать великой пианисткой. Как Вы оцениваете ее шансы, и что ей необходимо для этого? Вы знаете, я не хочу сказать, что вот мы в Дальнегорске живем, да, в маленьком городке, но я постараюсь ей за время ее учебы здесь дать максимально вот, максимально все свои знания, умения и навыки. Постараюсь ее вывести на какой-то уровень, пока вот она здесь в школе музыкальной, высокий уровень постараюсь. Это все благодаря конкурсам вот таким вот, тем более международный. Надо обязательно выезжать. На этих конкурсах мы будем расти, безусловно. Я желаю Полине, прежде всего, это работоспособности. У нее уже есть этот задел. Хоть она и говорит, что вот там мне мама заставляет, но я знаю, что она сама тянется к инструменту. Вот, безусловно, мама не заставляет, мама просто ей помогает немножко. Вот, я ей желаю этой работоспособности, потому что она будет работать, и вот эти вот ступени, усложнения программы, они будут сами собой образовываться. Поэтому она у меня умница, и я думаю, что у нас в этом году уже два конкурса с ней намечено. То есть у нас есть потрясающая цель, и мы будем к ней стремиться. Детская школа искусств стоит особняком в системе дополнительного образования. Окончив ее, ребенок готов к следующему этапу обучения – училищу, а затем третьему – консерватории. Только в России существует трехступенчатая система подготовки классических музыкантов. Наша задача, если ребенок пришел к нам способный, развить его способности так, чтобы он пошел дальше, чтобы он захотел, чтобы ему это понравилось, чтобы он это полюбил. И вот две цели у нас. Первое – одаренных детей вывести на этот уровень. Второе – если ребенок даже со средними способностями, но он будет образован, он будет понимать, он будет стремиться, он будет благодарным слушателем и ценителем русской классической школы или народной. Вот культура русская, она начинается в детской школе искусств. У Полины Мироновой есть все для того, чтобы осуществить свою мечту и стать знаменитой пианисткой. Искрящийся талант, трудолюбие, опытный и заботливый преподаватель. И кто знает, возможно, через несколько лет достать билет на ее концерт будет очень трудно. Играет музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова